здравствуйте друзья у нас молодой человек учится в институте и как бы его там обижают ну вот в его словах это звучит что быдло его обижают и что он старается не обращать внимание но они навязчивые и вот как бы продолжают приставать а он считает что скажем морду бить это перейти на уровень быдла и в общем не знает но вот как с быдлом делами первая реакция моя была когда я прочитал я вспомнил что в детстве но в таком совсем раннем детстве я почему-то боялся собак но у нас никогда своей не было они какие-то большие такие мордатые ходили собачище и и они подходили меня понюхать иногда знаете и и я панических боялся и мне старший брат что ли я не помню кто кто меня объяснил и говорит ты понимаешь когда ты боишься собачку вот она тогда начинает на тебя обращать больше внимания если ты например вообще не игнорирует то она себе тоже идет и тебя игнорирует а вот если например ты боишься ее или как-то вот значит реагирует тогда она проявляет больше интереса и ты больше вынужден с этим иметь дело поэтому я так по аналогии с этим я могу сказать вы как-то так реагируете на них то есть вы стараетесь не связываться но в то же время ваша реакция такова что им хочется как-то еще они понимают что вы их не игнорируете если бы вы их абсолютно игнорировали им бы никакого интереса не было они бы они бы отвалились куда-нибудь но вы как-то им видно что вам неприятно им им хочется вас вызвать на какую-то большую так сказать я не знаю активность еще один момент я как бы с американских позиций уже немножко смотрю и я хочу сказать что при всем при том что и в америке есть люди которые могут ну как бы простые такие знать незатейливые вот но все-таки здесь очень очень принято уважать совершенно искренне уважать пространство других людей понимаете вот у каждого человека есть свое пространство у меня есть у тебя есть у него есть и залезать в это пространство не принято и все время извиняются там не дай бог там где-то он коснулся тебя в магазине там не дай бог или там оступился или там как-то вот физически там какой-то вот как-то потери там он ну что-то такое не никто не хочет и искренне не хочет и там все вот попробуйте где-нибудь там в лондоне например там спуститься по эскалатору в метро тогда там вниз это все excuse me i'm sorry excuse me i'm sorry потому что и вот есть уважение к личного пространства он тебя побеспокоил в пойти конечно ну вот там где вы живете я как бы отлично помню как бы сам там прожил 35 лет там нет такого в массе его нет то есть есть люди по интеллигентнее по образованию там одна история есть людьми не интеллигентные менее образованные там другая история но но как бы в целом в культуре общества этого нет принято говорит гадости принят как бы сказать доставать людей это как бы норма если вы начнете кому-то объяснять что вас достают вас вас даже не поймут чего собственно вот там чё не то но как с этим делами во-первых если уж на то пошло надо учиться в приличном институте потому что если вы учитесь в таком месте где ну скажем так проходной балл да так назовем как бы барьер для поступления крайне низкий вы будете иметь дело с вода с этими людьми потому то есть вы несомненно будете иметь дело с публикой намного и менее рафинированный чем если бы там учили день в мгу например или там на физтехе давайте ну да вы себя начинаете и скажите себе я должен соответствовать какому-то уровню где нам интеллигентные люди где народ там занят чем-то хорошим они не плохим и так далее поэтому еще есть тонкость такая есть люди которые они как бы сказать легко вписываются в разные среды есть люди которые очень такие правят да то есть им им сложно найти свою среду вот им они как-то сами по себе и значит ищите свой тузняк вы сегодня свой тузняк можете искать там в интернете вот есть как бы много способов нынче как найти своих но в тот момент когда вы найдете своих вы перестанете обращать внимание на живых потому что сегодня вы на них обращаете внимание вы не хотите на них обращать внимание но вы обращаете вот кроме того опять я я пойму что мой совет может звучать как то забавно вот в реалиях которых вы живете но я как бы вот как правового государства и у меня первая мысль такая если на мои права кто-то наступает то я в правовом как бы ключе решаете вопросы то есть допустим это зависит на самом деле как они вас достают значит вы можете сказать там вот человек что-то делает я я не знаю что конкретно там не было написано значит вы ему говорите уважаемый там иван иванович я считаю ваше поведение неприемлемым и если я еще раз столкнусь таким поведением я буду вынужден написать на вас жалобу в деканат и потребовать чтобы вас отчислили из института параллельно с этим так значит я и но смотря что там происходит я могу обратиться в прокуратуру там где-то посоветуйте с кем-то посоветуйте с юристом я вас уверяю что они на практике но во всяком случае по законам вот допустим российской федерации если вы живете в российской федерации нельзя над людьми издеваться нельзя их травить нельзя их там какие-то гадости им быть я вас уверяю что этого делать нельзя и по правилам там допустим функционирования вузов или там университетов российской федерации наверняка есть место где написано что этого делать нельзя сто процентов поэтому вы разберитесь с этим делом но в конце концов подите к юристу подите к юристу который есть в университете наверняка там есть юрист и поговорите с ним действуйте в рамках правового общества заставьте быдло жить в правовом обществе понимаете если вы скажете мне плевать на правовое общество я вот я живу по законам стаи ну так и живите по законам стаи чего тогда жалуетесь эти сделайте то что в ваших силах как минимум разберитесь в правовой основе этого всего вы не представляете что в америке вы вы могли бы сделать вы могли бы судить этот университет они вам до конца жизни платили пенсию за такие вещи если допустим вы пожаловались они они меры не приняли там и так далее они вы не знаете что за этим может стоять какие страшные последствия для них для университета который не принял меры не обеспечил вот это вот уважение там личного пространства человека его достоинства и так далее ни в одной стране в законах этой страны не начать мне не написано что можно безнаказанно унижать или там оскорблять человек этого нет значит это обязательно написано что что дальше достоинство граждан защищается законов конституции того все такое поэтому ну подрастайте значит учитесь учитесь действовать в рамках там законом морду бить не надо морду бить это уголовка это уже как бы совсем плохая статья если мы узнаем на это пойдем то есть я понимаешь там как это русский чек судиться не любит да еще судиться дал в морду и все и конечно но но в общем то небезопасная штука я уже не говорю о том что могут быть самые нехорошие последствия ты вроде дал в морду он там упал неудачно там инвалидом стал или погиб не дай бог там такое что же бывает поэтому это лишнее вот оставайтесь в этих рамках у меня по теме все счастливо да и вдогонку тут меня заднем число мысль пришла если вы связано изложите свои претензии и то как они вас это сама обижают я могу повесить у нас на канале и от себя прокомментировать и скажу все что я думаю об этом университете и о том нужно ли там учиться молодым людям там и так далее мы мы можем как бы в такой народной популярной современной форме оказать воздействие и на этих людей поименно поименно с фотографиями и скажем все что мы о них думаем пусть у них как бы не появится немножко больше популярности пусть про них все знают пусть весь университет будет это видео смотреть и пусть ребята подумают хорошо ли быть быдлым и так далее и пусть администрация посмотрит тоже так что это это тоже путь вот но я бы начал с администрации я бы начал с того чтобы подключить эту администрацию а дальше если администрация не захочет с этим дело иметь пожалуйста у нас есть вот такие демократические средства я хочу сказать что работает самым удивительным образом вот где-нибудь в сентябре наверное мы там дали высказаться бабушки из казани тут ее можно сказать и бежали некоторые люди связано было с оформлением виз и и там мы не называли там как бы прямо но девушка которая занималась оформлением и в чей адрес как бы доля критики приходил приходилось эта девушка она там тогда проявилась возмущенно там что-то такое а через несколько месяцев она мне написала что это видео абсолютно изменил ее жизнь потому что от нее отвернулись друзья она ушла из того места где она там работала и начала свой бизнес но бизнес не идет потому что все говорят что они жулики что они нечестные она в частности там и так далее и спрашивала как как она может вернуть деньги этой женщины какой-то раскаяние к ней пришло и я даже это видео убрал просто с канала ну ну как бы в знак в знак того что я как бы одобрительно отношусь к тому что люди раскаиваются если они что-то не так сделали и пытаются изменить свою жизнь к лучшему поэтому я думаю что у нас у нас есть достаточно как бы убедительные средства если вы представите достаточно убедительный рассказ о том что с вами происходит адекватный связанный с именами фамилиями там и как конкретно чем собственно вас обидели да то есть что стены буквально фразы какие были сказаны я понимаю что вы не может не можете лицо таскать в этот момент запечатлеть а может быть и можете снимайте их на видео кстати еще один совет как только это будет происходить ходить из камеры возьмите видео камеру не надо сэлфон прямо камеру небольшую так попроще сэлфон там как он в конце концов может можно смартфоном снимать до новых для кучи возьмите камеру и как только это происходит снимайте снимайте документируйте мы эти рожи вывесим у нас слава богу есть где вывесить так что будем демократическими это сказать механизмами пользоваться счастливо еще раз